Я расскажу о задачах, о некоторых задачах, связанных с именем математика Безиковича, который, кстати, был не польский все-таки математик, как написано на Дакце. Он был по национальности, Безикович был краем. А по государственной принадлежности он родился и часть жизни прожил в мире, и потом эмигрировал за границу и оставшуюся часть жизни прожил в Британии. У него такая очень яркая биография, и он также очень яркая научная биография. Он известен своими такими яркими и неожиданными решениями трудных задач. Давайте я для начала сформулирую задачи. Одну задачу я точно успел сказать, а первая задача такая. Представим себе, что на столе лежит иголка единичной длины, нужно ее повернуть на 180 градусов, не отрывая от стола. Само по себе это, конечно, не трудно, но дело в том, что иголка запачкана, например, запачкана в массе, и нужно ее повернуть таким образом, чтобы запачканная область была как можно меньшей площади. Разумеется, можно не только ее вращать, но и двигать вдоль самой в себе. В математике у нас имеется плоскость, имеется игличный отрезок, его можно двигать наступательно и можно его вращать. Разумеется, когда мы его вращаем, когда мы производим стематист, он заметает некоторую площадь. И нужно сделать так, чтобы эта площадь была как можно меньше. Можно, разумеется, взять зафиксированную середину отрезка и начать ее вращать вокруг этой середины, тогда он заметет круг, радиус 1 в 2. Но оказывается, что это не самый оптимальный способ. Люди довольно быстро поняли, что существуют более лучшие фигуры, фигуры в меньшей площади. Например, можно подобрать такой треугольник с вогнутыми границами, что отрезок будет двигаться вот так. Он начинает двигаться отсюда, например, потом вот так, касаясь стороны, передвигается сюда, потом поворачивается немножко, касаясь стороны, двигается так, потом поворачивается и двигается, касаясь третьей стороны, двигается в исходное положение. В итоге он оказывается повернутым на 180 градусов. И площадь существенно меньше. И долгое время казалось, что... Долгое время казалось, что это решение задачи, но никто не мог этого доказать. И так казалось, до тех пор, пока не пришел Безикович, и он смог доказать, что наименьшая площадь равняется 0. То есть площадь может быть сделана сколько угодно. У этой задачи интересная история. Эту задачу предложила иконская математика Гирия. На самом деле я видел статью в журнале Американского математического сообщества где-то 20-го года, где говорится о том, что этот математик переслал им некоторое количество задач, и они их публикуют, вот открытые задачи, которые можно, предполагается, решить. Приглашаются слушатели, читатели, для того, чтобы решить эти задачи. И вот одна из этих задач, даже не единственная, всего лишь одна, была вот эта задача в вороте отрезка. Вот неожиданно она получила такую большую известность. даже она была, чуть ли не одной из главных нерешенных задач. И я потом еще скажу, наверное, про дальнейшую историю, то есть задачи. неожиданно возник вот всплеск интереса в последнее время, в конце 20-го века и в начале 21-го века. Оказалось, что эта задача, что вообще круг вопросов, связанных с этой задачей, оказался важен и приложимым другим областям математики. С помощью этой задачи можно решать другие задачи совершенно другим областям. И, в частности, вот я хочу уже, наверное, во второй половине показать, как эти задачи может быть применена к задаче Майеродина. Вот еще немножечко слов про историю. Дело в том, что Безякович, да, там еще была интересная история, связанная с Коточем. Незадолго до Октябрьской революции был основан университет в Пермине. Это был седьмой университет в России. С его возникновением связывались большие надежды. Какая-то часть сотрудников Петербургского университета была командирована вот в этот университет. Это было примерно в 17-18 году. Как раз началась революция, Гражданская война. В Пермь захватывал Колчак, потом он обратно бежал. И вот среди вот этих событий существовал этот университет, в котором находились несколько, в частности, математиков, очень известных людей. Там был Безякович, который, как ни странно, продолжал в бурное время заниматься научной работой. Были такие математики... Был Фринбелл, это такой математик-теоретический физик, который известен своей моделью расширяющейся вселенной. После того, как Эйнштейн предложил свой киомер относительности, Фридман, ну, в общем, немножко подумав, придумал модель и опубликовал ее о такой связанной постоянно расширяющейся вселенной. Эйнштейн с ним сначала не согласился, а потом признал, что его модель справедливая имеет право на существовании. Также в этом же университете в Перми оказался такой математикный наград. Очень выдающаяся математика, российский, потом он стал советским математиком, он был директором математического института и прожил в общем-то глубокой старости. И оказалось, что по-видимому, там же в Перми они между собой общались и Безякович раскол Винограду решение этой задачи. И потом Виноградов придумал более простое решение, которое нигде не опубликовал и которое потом появилось в журнале «Кварт» в 1973 году. Он решил задачу очень близко. Когда он опался в рубеж, ему об этой задачи рассказали, он быстро понял, что оказывается он ее уже практически решил. И в 1928 году он опубликовал решение этой задачи. Упрощенную версию этого решения он изложил значительно позднее, уже в 1963 году. Он сказал, что он там написал, что это его решение, которое потом упрощено другими математиками и вот он. он написал картикулярную версию, которая была бы доступна, ну вот возможно даже была бы доступна для школьников или для не специалистов. А значит, ну вот, давайте посмотрим, как ее можно решить. Ну, возьмем треугольник. треугольник. Безякович взял прямоугольный треугольник, но на самом деле это не важно. Вот тот. Снежный Безякович возьмем прямоугольный равнобедренный треугольник, такой, что внутри него можно подвернуть игру. Или этот отрезок, про который мы говорим. Начальное положение отрезка и потом он вращается вокруг вершины, вокруг вершины треугольника и приходит в другой положение. Таким образом мы можем повернуть отрезок на 90 градусов. И дальше он как бы устраивает конструкцию, которая позволяет повернуть отрезок на 90 градусов внутри области с кое-годно малой площади. Если мы сможем это сделать на 90 градусов, то мы потом решим задачу для 180 градусов. Правильно же? Значит, на 90 градусов вам повернуть с кое-годно малой площади. Если мы сможем это сделать, то потом останется очень просто. Мы повернули его на 90 градусов внутри фигуры малой площади и потом присобачили еще одну фигуру повернутую, внутри которой можно будет еще на 90 градусов повернуть. Таким образом можно будет взять одну фигуру малой площади добавить другую фигуру малой площади внутри одной фигуру на 90 градусов и внутри второй еще раз на 90 градусов получилось 180 градусов что нам и нужно. Поэтому на 90 градусов нам достаточно. вот как мы это будем делать будем делать лодку давайте возьмем наш прикольник я вам верюсь еще раз и разделим его на две части внутри внутри первой части можно повернуть на 45 градусов и внутри второй части тоже на 45 градусов и затем сдвинем две полученные половинки друг относительно друг в горизонтальном направлении и получится вот что вот все верю давайте я вот так у нас вот так вот сдвинем горизонтально и получится у нас два вот этих треугольника расположенные вот какими у нас ну на данный металл мы сдвигаем на половину основания то есть один из треугольников сдвинем на половину основания поэтому получится половины на половину основания перехлёст получилась такая фигура эта фигура будет уже иметь меньшую площадь и внутренне ее по-прежнему можно повернуть отрезок на 90 градусов на самом деле это не совсем правильно потому что вот возьмем вот Such вместе и повернем на сколько 5 градусов и начальное положение такое а следующее положение такое Потом нам нужно каким-то образом научиться перепрыгнуть параллельно вот в это положение И дальше сделать оставшиеся 45 градусов в воротах до металла И как мы это будем делать? Давайте продлим отрезки вверх Скажем вот что Отрезок сначала поворачивается на 45 градусов Вот так вот Потом он едет вверх Ворот на какой-то угол И дальше едет вниз Получилось нечто вот так Даже я хочу немножечко снимать рисунок Продлим дальше, видишь? Так вот пустим В итоге у нас получилась такая Давайте я еще раз, это важный момент Я еще раз повторю всю динамику Всю динамику отрезка Сначала отрезок находится на левой стороне Это параллельно Снова двигаем толком альфа Вот так вот Возвращаем его назад И потом ввращаем его на оставшиеся 45 градусов Получился полнековоротный 90 градусов Вот Ну посмотрим выгоды такой конструкции Во-первых, полученная площадь этих двух-трех крыльев Объединения меньше, чем исходная площадь Это раз А во-вторых, вот эти вот линии они имеют нулевую площадь, она не учитывается Площадь равна нулю И вот тут, конечно, является тоже некоторой площадь Сделав альфу малым Можно сделать угол альфу Сколь угодно малым Сколь угодно малым И тогда заметаемая площадь будет тоже малой Потому что в уникальной площадь Что у нас имеется? У нас имеется отрезок длины единицы И во-вторых клубов альфа Чем меньше угол альфа, тем меньше площадь Устремляя альфа к нулю Мы можем сделать площадь Сколь угодно малой Единственное, о чем нужно заботиться Это о том, чтобы Подальше отъехать по этой прямой вверх В параллели самой себе Чтобы иметь возможность сделать такую разворот Потому что альфа малый То длина вот этой треугольники Она будет большая Поэтому нужно достаточно далеко отъехать Это значит первое что Ну давайте продолжать в том же духе И сделаем вот что У нас теперь два треугольника У нас теперь два треугольника Один такой Один такой Один такой Один другой Каждый из полученных треугольников Мы снова делим на две части Каждый из полученных треугольников Мы снова делим на две части Как бы это нарисовать Как бы это нарисовать Не очень легко Получится вот так вот Второй треугольник будет вот такой Вот я нарисовал первую пару треугольников Вот первый треугольник Имеет сторону под 45 градусов Потом вторую сторону под половиной углом А второй треугольник И первую сторону параллельно Вот этой стороны параллельно И вторую сторону вертикально И давайте вот оставшийся два треугольника Которые тоже будут сдвинуты Таким образом нарисуем Вот тут задача еще сложнее Значит будет что-то Будет что-то Будет что-то Возвращаем И вторую Два треугольника Имеем diminution Все вместе А когда мы положили одного на друго а получилась вот такая Вот сложная Теперь мы уже знаем Как поворачивать нашу треугольник В первом треугольнике мы повернули от угла 45 градусов до пробеж Tax 2 потом мы вдоль прямой отъехали достаточно далеко, вернули отрезок на параллельный отрезок потом попали на сторону второго треугольника и докрутили отрезок до вертикального положения и дальше то же самое, дальше опять в вертикальном отношении мы выезжаем вверх снова поворачиваемся на углу конца и попадаем на параллельную сторону, которая в итоге прорешает к третьей треугольнике делаем нужный поворот за четыре приема таким образом в нашу конструкцию встроены вот такие далекие уезды вдоль этих двух параллельных рельсов и разворот попадание с того рельсами другу вот эта верхняя встроенная конструкция, она на самом деле достаточно весна и теперь нужно сделать только так, то есть для того, чтобы завершить решение задачи нужно нам научиться эффективно налагать треугольнички друг на друга идея заключается в том, чтобы вот мы разрезали треугольник на два потом каждые два полочных треугольника разрезали еще на одно, потом и так далее в итоге получим два всех треугольника, которые друг на другу вот так налагаются и получается, и вот нужно посчитать, что площадь будет сколько-годно мало на самом деле это не совсем просто, потому что сдвиг на каждый шаг слух Газикович придумал, и не он, а его коллеги уже додумали способ вот такого разделения вот смотрите, вот возьмем треугольник разделение данной части из движения получилось лучше но эквивалентно можно сделать по-другому можно сделать продлить стороны треугольника вверх до некоторой горизонтальной стороны и потом провести горизонтальную линию то есть две вертикальные линии также получат два треугольника на самом деле эти конструкции эквивалентны в первой конструкции мы сдвигаем горизонтальные две половинки треугольника а во второй, вот на две половинки, мы их просто надстраиваем а получается картина эквивалентная просто вот эта вот картинка, она увеличена по сравнению со второй она попросту увеличена поэтому вместо того, чтобы вот так вот параллельно сдвигаться мы будем просто увеличивать масштаб наших треугольников полученные мелкие треугольнички на самом деле будут подобными с некоторым коэффициентом подобия исходного и в итоге получится картинка растутая но потом мы ее сдуем обратно, мы сделаем подобие обратное вернемся к исходному размеру и все будет сделано просто дело в том, что здесь подсчет более простой здесь подсчет получившейся площади более простой, чем если мы сдвигаем это когда мы надстраиваем подсчет проще так, ну давайте начнем наш процесс сначала мы определяем процедуру в нескольких шагов то есть до начала шагов нашего процесса у нас будет треугольник треугольник и основание мне удобно обозначить его буквы основание равно А то есть вот это основание вот это основание будет А А Площадь извините, а у вас равнобедный? что, что равнобедный? да, равнобедный равнобедный мы можем даже его считать прямой коем Как у Визиковича. Если он прямолольный, то А равно 4. Но давайте оставим А, мне так будет проще. Потому что легче звук у меня, но потом увидим, что с этим проще. Можно еще что-то А равно 4. Пускай даже прямолольный. Площадь С0 равняется 2 умножить на А делик на 2, равняется по 6. Теперь сделаем первый шаг. Первый шаг, надстройка, высоту, единица. На каждом шаге, на самом деле, мы будем надстраиваться на высоту единицы. Получим вот что. Снова. 1, 2, 3. Я нарисовал тренинг в горизонтальной линии уровня. Уровень 0, уровень единица, уровень 2, уровень 3. Настраиваем следующий образом. Проводим до пересечения с верхней горизонтальной пунктирной линией. А, вот у нас еще вспомогательное линия, это единица. И проводим линию параллельно единица. То есть, в данном случае, вертикально. И тут тоже самое. Продлеваем сторону до пересечения с линией на уровне 3. И тоже проводим отрезок параллельно-медияния, то есть, тоже вертикально. Значит, на первом шаге... Так, и дальше поднимаем. Получили два струбовика. На основании 2 мега и 3. И высоты 3. Получили два треугольника таких. Давайте посмотрим, что у нас за треугольники такие. Подождите, а почему основание 1 мега? А потому что, вот смотрите, вот это у нас как бы надстройки, эти треугольники образуют надстройки. А в итоге мы получили треугольники высоты 3. Один треугольник вот такой, а другой треугольник вот такой. Но у него основание будет? У него основание... А, 9, 9. А, нет, сейчас, сейчас. А, точно, точно, точно. Точно, совершенно верно. У него основание будет, да, совершенно справедливо. У него будет основание 3 вторых а. Три четвертых. Да, правильно. У каждого из этих четырех треугольников, вот возьмем этот треугольник. У него одна сторона горизонтальная, другая параллельно исходной стороне, и третья параллельно медиально. Таким образом, вот этот треугольник подобен треугольнику исходному, поделенному на. И также по свойству вертикальных треугольников, так же подобен вот этой, у них тоже параллельная сторона. А вот этот, другой из нас, другой из нас треугольников, назначенный двойкой, он даже не подобен, он равен, или как это говорят, конгруентен. Сейчас говорят конгруентен вот этому треугольнику, и так же подобен вот этому треугольнику, два штырях. Получается вот что, приращение, приращение площади, приращение площади равно. Эти все превращенные треугольники равны по площади. Таким образом, можно взять 4 умножить. Площадь каждого из треугольников равняется площади треугольников один штрих и два штрих, которые равны, поделенная на 4. Да, 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 да. Деленная на 4. То есть на 4. А площадь каждого из этих треугольников можно посчитать так. 1 вторая, 1 вторая, 1 вторая, а пополам умножить на 1. Правильно? Давайте проверим, чтобы убедиться, что я нигде не ошибся. Значит, у четверенных площадь треугольников, каждый из треугольников по площади равен 1 четвертой, в силу подобия с коэффициентом 1 вторая равен 1 четвертой площади треугольника каждого из этих треугольников один штрих и два штрих. А площадь каждого из этих треугольников равняется 1 вторая, а пополам умножить на высоту двойка. Вот, теперь 4 ядра четвертой сокращается, а вторая, а пополам умножить на высоту двойка. То есть мы получили, что велька С первая равняется ополам. Я утверждаю, что на каждом шагу превращение площади будет одно и то же. Давайте посмотрим, какое превращение будет на втором шагу. На втором шагу мы уже получим 4 треугольника. Нужно здесь выбирать второй шаг. 2 в квадрате треугольника. Я говорю 4 равно 2 в квадрате, потому что потом мы 2 в кубе и так далее, степень двойки будет нарастать. Давайте посмотрим, какое у них будет основание. Из каждого треугольника, полученного на втором шаге, я хочу сделать еще два треугольника. Проведем линии уровня 4. В первом треугольнике продлим стороны до пересечения с этой линией. И потом проведем линии параллельно медиально треугольника. Возьмем этот треугольник, тут слишком много обозначений. На самом деле, хотя треугольник становится узким, выгодно рисовать его широким. просто потому что это легче. Вот у нас есть такой треугольник. Выгодно рисовать его широким, просто потому что это легче. Возьмем линии параллельно медиально. Возьмем линии параллельно медиально. Возьмем линии параллельно медиально. Полученные треугольники имеют высоту 4. Возьмем линии параллельно медиально и основание. Далее. И какой я имею в виду в этом параллельно? Дело в том, что каждый треугольник, Вот еще раз, взяли один из двух треугольников, мы его разделили медианой на две стороны и над струей. Получилось два треугольника. Один треугольник вот такой, раз, два, три. И второй треугольник вот такой, раз, два, три. Каждый из них подобно половинке исходного треугольника с коэффициентом подобия четыре третьих. Коэффициентом четыре третьих. Теперь половинка исходного треугольника, тут три А восьмых и тут три А восьмых. Значит, основание, ну, основание двух треугольников будет в три А восьмых умножить на четыре третьих, будет А в половину. Правильно я сказал. Давайте еще раз проверим. Победимся, что это правильно. Значит, каждые два треугольника, вот эти два, вот эти два треугольника имеют основание три А в четыре. Взяли один из этих двух треугольников, первый, и разделили его на две части. Получилось три А на восьмых. Получилась половинка три А на восьмых, вторая половинка тоже три А на восьмых. В каждой из этих двух треугольников гомотоидизм подобия с коэффициентом подобия четыре третьих. Поэтому нужно основание три А на восьмых умножить на четыре третьих. Получается А восьмых, а восьмых, а восьмых, а восьмых, а восьмых. Получилось четыре треугольника. У нас снова получилось четыре треугольника. И каждый из них подобен. Вот смотрите, из тех же самых соображений. По трех параллельных сторонам первый вот этот вот треугольник подобен вертикальному. И также подобен треугольнику, который я обозначу. Эти они равны, не подобен, а эти равны треугольнику. А вот получается еще один один штрих, которому уже подобен с коэффициентом одна треть. И получается еще один треугольник, треугольник два, у которого тоже по трем параллельных сторонам он подобен треугольник, который я обозначу два штрих. И он будет подобен вот этому вот вертикальному, но на самом деле будет равен, потому что у них... Почему же он будет треугольник? Райан в смысле по площади. Что-что? Райан по площади. Но он в смысле... В смысле конкруэнт. В смысле конкруэнт. Он будет конкруэнт. На картинке такая конкруэнт. Что? На картинке они равны по площади. Но они так же конкруэнт, один и один конкруэнт, а два и два конкруэнт. Он и два, нет, один... Но один и два это разно. Один и два, именно разные. Они разно? Сот... Один и один конкурэнт и два и два не такE Они симметричны. Нет. Они имеют параллельные столы, Но также у них горизонтальные стороны равны в силу подобия, в силу подобия. Подобия на треть. Они равны, и поэтому эти треугольники тоже равны. Поэтому можно посчитать сумму площадей. Превращенная площадь будет равно 4, потому что у нас 4 треугольника. Каждый треугольник подобен вот этим треугольникам 1' и 2' с коэффициентом подобия 1 треугольника. Поэтому мы туда умножим на площадь одного из этих треугольников, неважно какого. То есть 4 треугольника получается 4, и в подобии с коэффициентом 1 треть получается 1 девятая. Умножить на площадь одного из этих треугольников, 1 четверг, 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 1 четверг. Ну а потом все замечательно сокращается. 3 из этих треугольников, 3 из этих треугольников. Потом 4 из этих треугольников получится 4 из этих треугольников. Получится А в 4. То есть когда мы нарастили первый треугольник, когда мы первый треугольник нарастили вот таким образом, получим здесь, у нас получилось превращение площади А в 4. Но не нужно забывать, что у нас еще имеется еще один треугольник. И тут тоже придется делать наращивание площади. То есть в первом случае получится наращивание площади. А во втором случае получится вот такое. Ровно такое же, что и в первом случае. Поэтому полное увеличение площади будет А в 2. Точно так же, как на первом шаге. На втором шаге нужно получить А в 1. На самом деле, строго говоря, нужно написать, что здесь меньше или равно 3. Почему меньше или равно? Потому что мы не доказали, что полученные приращения не будут пересекаться между собой. На самом деле, они не будут пересекаться, но мы же этого не доказали. Если они начнут пересекаться, то приращение площади будет не от полного меньше. Поэтому, строго говоря, давайте запишем на решение равно. И продолжая эту процедуру, мы увидим, что на каждом шаге превращение площади одной и больше. На самом деле, это не очень трудно проверить, но просто ради экономии времени. Позвольте мне этого не делать сейчас. Просто на каждом шаге получится 2 в степени n треугольников. На n плюс в первом шаге будет 2 раза больше, 2 в степени n плюс 1 треугольников. Аккуратно все подсчитав, мы получим, что приращение и на n шаге тоже будет a2. Преращение площади на n шаге меньше или равно a2. Следовательно, площадь получившейся фигуры sn меньше или равно. С0 плюс Δs1. Предположим, что мы начали этот процесс, сделали n шагов, у нас получилось 2 в степени n треугольников, и общая площадь, фигура получившейся в результате вот этой сложной конфигурации, будет sn меньше или равно s0 плюс Δs1 плюс Δs2 плюс Δsn, fn меньше или равно s0а плюс а пополам умножить на n. То есть это будет a0 единица плюс r0. Вот смотрите, s0 в начальной площади это a. На каждом шаге мы приращиваем не больше, чем а пополам, и всего у нас n шагов, поэтому а пополам умножить на n. В этом итоге получается а единица плюс n пополам. И вот у нас на n шаге получается такой некий монстр, полученный пересечением треугольника. Вот что-то такое получилось. Высоты n. Нет, не n. Высоты n плюс 2. Высоты n плюс 2. Почему n плюс 2? Потому что мы начали с высоты 2 и каждый раз прибавляли по единичке. В результате высота получившейся конструкции получилась n плюс 2. А теперь давайте сделаем преобразование подобия в обратную сторону. То есть уменьшим эту картинку в n плюс 2 раз. n плюс 2 в полам. Точно. Уменьшим n плюс 2 в полам. Раз. Потому что исходный треугольник принял высоту 2. Когда мы уменьшим n плюс 2 в полам раз, у нас получится как раз картинка высоты 2, полученная из этих долек треугольников, которые как раз исходно составляли наш треугольник. Уменьшим нашу фигуру. n плюс 2 в полам раз. И мы получим то, что нам нужно. Мы получим фигуру высоты 2, полученную из этих нарезок из 2 в степени n нарезок вот этих вот треугольников. Получим фигуру площади а умножить... Давайте я запишу так. 2 плюс n пополам на n плюс n пополам квадрат. Получилось меньше. И когда мы сократим 2 плюс n и 2 плюс n в числителе и в знаменателе, двойку и двойку тоже в числителе и знаменателе, В общем я просто переверну. Ну взяв n достаточно достаточно, можно сделать эту величину, сколько будет малых. Например, n взять равную медиоду, тогда получится фигура очень малой площади. У нас получится вот такая нарезка высоты 2, внутри которой можно повернуть вот два сети нет треугольников. И значит внутри каждого треугольника поворачиваем какой-то угол. Потом и делаем ту же самую персбирку, о которой я рассказывал. Вдоль одного из рельсов, угольного отреза далеко-далеко, потом поворачиваем на угол альфа, возвращаем вдоль параллельного рельса и перескакиваем на второй треугольник. И так дальше, с второго треугольника, внутри второго треугольника делаем разворот, снова уезжаем, снова перескакиваем на другой рельс, уже возвращаемся на третий треугольник. В итоге у нас получится вот такой вот разворот на 90 градусов. Ну а добавив еще одну фигуру, мы получим разворот на 180 градусов, что собственно и требовалось. Ну вот интересно, что в журнале «Квант» вот эта конструкция, это решение, оно изложено в журнале, в американском журнале, это статья Безиковича. А в журнале «Квант» в 70-е годы появилась статья Балтянского, в котором тоже излагается решение этой задачи и говорит следующую историю. Значит, Безикович рассказал Балтянскому об этой задаче, Безикович рассказал математику Виноградову об этой задаче и рассказал про свое решение. Тому показалось, что это решение Виноградову, показалось, что это решение слишком сложное. Он его упростил, но не стал его публиковать. Это решение опубликовано журнале «Квант». Когда я прочитал это решение, оказалось, что это решение, по сути, подойдет в сети, за исключением некоторых деталей. То есть получается, что люди за рубежом и люди в России в итоге пришли к одному и тому же результату, даже к одному и тому же решению задачи. Но в то время, видимо, коммуникация была не очень хорошая, и люди не знают друг об друге и о этих решениях.